МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102 о новостях Волгограда и области. Бывший глава городищенского района не смог услышать сегодня приговор по делу о коррупции. Коллективу Волгоградского симфонического оркестра официально представили нового дирижера. В день города Волгоград на ура принял первый чемпионат России по мотокросс-фристайлу. Результаты выборов в регионе показали пассивность и большинства партий, и избирателей. Единый день голосования Волгоградской области не преподнес сюрпризов. На выборах представительных органов местного самоуправления и глав сельских поселений большинство голосов получила партия «Единая Россия» и ее выдвиженцы. Два мандата депутатов областной думы также достанутся единороссам. Михаил Струк и Алексей Васин баллотировались по Среднеохтубинскому и Дзержинскому округам. Такие партии, как КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР заранее ушли в пассив и не приложили никаких усилий, чтобы составить конкуренцию единороссам. При этом в рекотделении «Единой России» верят, что соперники существуют. Дзержинске – это 64%, и Среднеохтубинский округ – это 67%. То есть это, считаю, что уверенная победа и очень большой отрыв от ближайших кандидатов, которые были соперниками на выборах. На сегодняшней пресс-конференции по итогам выборов без пяти минут депутаты облдумы были немногословны. Алексей Васин, директор музея-заповедника «Сталинградская битва», назвал выборы прекрасным инструментом познания жизни. А генеральный директор зооптицы «Фабрика Волжская» Михаил Струк явно не был готов ответить на вопросы семейной династии в региональном парламенте. В нем он будет трудиться рука об руку с отцом, депутатом Владимиром Струком. В целом явка по региону составила менее 26% от того числа избирателей, кто мог бы воспользоваться своим правом голоса. Самым оживленным единый день голосования получился в Михайловке, где выбирали депутатов городской думы. Ожидавшееся сегодня оглашение приговора по делу бывшего главы городищенского района и председателя районной думы не состоялось. Сергей Мамонтов привел в суд в отличном настроении, но судья оказался пока не готов сообщить о своем решении, заседание перенесли. Мамонтову вменяется 4 эпизода получения взятки, 6 эпизодов превышения должностных полномочий, столько же служебного подлога и мошенничества. Ранее в последнем слове экс-чиновник попросил о снисхождении и заявил, что оказался на скамье подсудимых, потому что его оговорили. Гособвинение запросило для бывшего главы городищенского района 15 лет лишения свободы и штраф в 15 миллионов рублей. Нового главного дирижера Волгоградского академического симфонического оркестра сегодня представили коллективу. На должность приглашен заслуженный артист России, известный на международном уровне профессионал оркестрового дела Андрей Аниханов. Ранее обязанности главного дирижера и художественного руководителя Волгоградского симфонического оркестра исполнял Юрий Серов, постоянно проживающий в Санкт-Петербурге. Планируется, что Андрей Аниханов будет руководить коллективом на постоянной основе. Назначению предшествовал крайне нервный для музыкантов период реорганизация филармонии, профессиональная аттестация и ожидание перемен. Дальнейшая работа покажет, как кто будет развиваться из молодежи, потому что в оркестре много молодежи. И можно будет уже потом как-то совместно с музыкантами оркестра формировать уже вот эти внутренние позиции по персоналиям и по музыкантам. Концертный сезон Волгоградской областной филармонии стартует 1 ноября. План концертов до Нового года уже готов. В первых программах упор будет сделан на классику, а затем волгоградские публики представят кое-что новенькое и современное. В этом сезоне не будет действовать система традиционных абонементов, но в дальнейшем эта форма посещения концертов симфонической музыки может вернуться. В выходные в Волгограде отметили День города. Организаторы постарались порадовать жителей спортивными, кулинарными, музыкальными, танцевальными и интерактивно-познавательными мероприятиями. Что-то пользовалось большей популярностью, что-то меньшей, но в целом народные гуляния удались. Во второй половине дня в воскресенье на верхней террасе центральной набережной было особенно многолюдно. Дело шло к вечеру, началу авиашоу, гала-концерта и салюта. Но сначала в финале первого официального чемпионата России по мотокросс-фристайлу к восторгу публики выступили лучшие райдеры страны. На этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин